МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Татьяны Молокова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С рабочим визитом он побывал на макаронно-кондитерской фабрике Вавилон и заводе игрового спортивного оборудования. Продукции завода игрового спортивного оборудования известны по всей России. Начав с выпуска нескольких видов спортивных комплексов, в 2001 году предприятие за это время в несколько раз расширило номенклатуру. А тренажерные площадки под открытым небом стали самым известным брендом завода. На них занимаются все поклонники здорового образа жизни и в городах, и в районах. Специалисты предприятия уже успели разработать отдельную линейку оборудования для сдачи норм ГТО. Коллектив решил весьма актуальную задачу, отметил в Рио главы Чувашии Михаил Игнатьев. Спасибо им за это. Чебоксайская фабрика «Вавилон» имеет 4 современных производственных комплекса, оснащенных современным оборудованием. Здесь производят как макароны, так и кондитерские изделия. Каждый год предприятие вкладывает средства в развитие производства. Хорошая, вкусная продукция оценил Михаил Игнатьев. Пора налаживать продажи по всей России. Подробности инзита в наших следующих выпусках. Сегодня прошла очередная сессия Государственного Совета. В повестке дня заявлено почти три десятка вопросов. Кроме исполнения бюджета за 2014 год и внесения изменений в республиканский бюджет на 2015, и последующие 2016 и 2017 годы, депутаты избрали вице-спикера и определили дату выборов главы Чувашской республики. Уже несколько месяцев парламент работает без заместителя председателя Госсовета. По регламенту этот вопрос вносит сам спикер. Юрий Попов предложил на эту должность Николая Малова. Депутаты практически единогласно утвердили кандидатуру. Для меня это большая ответственность. Я сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Спасибо. Исполнение бюджета Чувашской республики уже обсуждалось многократно на заседании парламентских комитетов. Месяц назад прошли публичные слушания. Сегодня на сессии депутаты обсудили проект закона об исполнении бюджета 2014 года сразу в первом и во втором чтении. Мы обсуждаем в этом случае то, как он исполнялся, насколько он исполнен, сбылись ли наши ожидания, сбылись ли наши доходы и по карману ли были нам наши расходы. На сегодня, исходя из того решения, которое есть у комитета, мы можем с уверенностью сказать, что комитетам этот бюджет предлагается к утверждению на сессии. Значит, бюджет был исполнен, он был рабочий, он был таким же, каким мы его ожидали. По расходам консолидированный бюджет исполнен в сумме 47,7 миллиардов рублей. С ростом к уровню 2013 года на 7,4%, что выше средних показателей России и Приворского федерального округа. По России рост расходов составил 6,2%, по Приворскому федеральному округу 5,6%. По темпу роста расходов в 2014 году республика на четвертом месте среди субъектов Приворского федерального округа. Депутаты также рассмотрели законопроект об исполнении бюджета 2015 года за первые пять месяцев. Расходы республиканской казны в текущем году увеличиваются на 4 миллиарда рублей. С учетом изменений параметры бюджета составят почти 37 миллиардов. Контрольно-счетная палата уже провела экспертизу бюджета и направила экспертизу в Госсовет Чувашской Республики. Основные показатели бюджета по результатам проверки контрольно-счетной палаты соответствуют показателям представленного отчета. Также депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов главы Чувашской Республики. Они состоятся 13 сентября 2015 года. Законом предусмотрена вся эта процедура. Выборы на должность высшего должностного лица субъекта назначаются ЗАГС-собранием, в данном случае Государственным Советом Чувашской Республики, не ранее 100 дней, не позднее 90. И еще один серьезный вопрос решили парламентарии, назвали фамилии кандидатов в сенаторы от Государственного Совета Чуваши. После детального обсуждения кандидатур депутаты предложили наделить полномочиями члена Совета Федерации представителям от Государственного Совета Вадима Николаева. Татьяна Молокова, Андрей Спирдонов, Республика. Судя по всему, найдено решение ситуации, сложившейся вокруг мясокомбинатского проезда в столице Республики. Очередная встреча жильцов, застройщиков и руководства Чебоксар состоялась накануне. Напомним, что вопрос переселения жильцов из так называемого Шанхая находится под контролем временно исполняющим обязанности главы Чуваши Михаила Игнатьева. Уже в течение нескольких месяцев администрация столицы Республики ведет конструктивный диалог с жителями мясокомбинатского проезда по поводу их переселения во вновь возводимые дома. Микрорайон Кувшинка создается на том же самом месте. В межведомственной комиссии был организован опрос граждан, которые на сегодняшний день не заключили договора соу-лидер. Данный опрос проводился с 19 по 25 мая непосредственно на строительной площадке. И в последующем заявления принимались также в администрации города. В ходе опроса жители заполняли анкеты с указанием информации о площади строения имеющихся, о количестве проживающих, о согласии или не согласии с предложением застройщика микрорайона ООО «Лидер». При этом каждый житель был в праве предложить свои условия, на которых он согласен на переселение. В итоге поступило 192 анкеты. Администрация столицы, члены комиссии, представители фирмы-застройщика просмотрели каждую из них. Было принято решение заключить дополнительные соглашения с изменениями по строкам с расселения, площади предоставляемых квартир. Иными словами, учесть требования жителей. В исполнении данного решения между администрацией города Чебоксары и ООО «Лидер» 5 июня 2015 года было заключено дополнительное соглашение номер 2 к договору номер 57-23 декабря 2011 года о развитии застроенной территории. В дополнительные соглашения были включены следующие пункты. Это, прежде всего, реестр, в котором указан перечень домов, который подлежит расселению, указаны сроки расселения по каждому дому, а также площади предоставляемого жилья взамен сносимого. Отныне изменить эти пункты без согласия жильцов невозможно. Срок до 2016 года все жители Шанхая получат, кто сколько пожелал, кто сколько написал. Но не все такое решение встретили аплодисментами. Ушел со встречи с группой людей и депутат госсовета Андрей Кулагин, зарабатывающий политические очки в этой ситуации и не желающий решать проблему конструктивно. Так вам нужно уйти или вам нужно решать вопрос в вашем микрорайоне и переехать? Вы для себя определитесь? Вы подвержены политическим спекуляциям или вы хотите получить новые квартиры? Депутатский корпус столицы тоже активно включился в решение вопроса. Глава города Леонид Черкесов еще раз подчеркнул, что сносить самовольные постройки будут не раньше, чем через два месяца после переселения жильцов в новые квартиры. Каждый должен... По версии следствия, в 2006 году бывший председатель Совета директоров Промтрактор Вагон вместе с также бывшим гендиректором компании РЖДС Регион Светланой Романовой вывели из предприятия Промтрактор Вагон через фирму-посредника имущество на 273 миллиона рублей, совершив заведомо невыгодные сделки. А впоследствии легализовали эти средства через подконтрольную фирму. Преступление носило сложный многоступенчатый характер. было совершено на территории Чувашской республики, но с использованием коммерческих и иных организаций, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в частности, на территории города Москвы, Белгородской, Нижегородской, Курганской и Рязанской областей. Вся схема преступная была реализована практически за три дня, что говорит о том, что осужденный детально продумал весь план своего преступления. Приговором суда Млодику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он заключен под стражу в зале суда. Кроме того, в полном объеме удовлетворено исковое заявление за упромтрактор-вагон к Млодику, а взыскание с него – сумму причиненного ущерба в размере 273 миллионов рублей. Приговор суда не вступал в законную силу. По уголовному делу проходит еще один фигурант, Светлана Романова, директор ООО «РЖДС-регион». В ходе следствия она скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем была объявлена международная розыск. В отношении ее заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, но уверена, что рано или поздно ее местонахождение будет установлено, и уголовное дело в отношении ее также будет рассмотрено судом в открытом судебном процессе. В Чебоксарах сотрудники госнаркоконтроля пресекли очередную попытку распространения наркотических средств и их аналогов. Преступники сбывали товар под видом удобрений для цветов через сеть нелегальных торговых точек. Открыли четыре магазина, набрали сотрудников, обучили всем тонкостям продажи особого товара. И как действовать при проверке полиции? В мае 2015 года вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Чебоксара, Чувашской республики, в отношении двух жителей республик Петерстан. Вместе с ними осуждены семеро жителей Чебоксар и Новочебоксарской, увлеченных в деятельность организованной преступной группы. Организаторы-участники преступной группы отслеживали действующее реконодательство, и как только реализуемое имя вещество официально было внесено в список наркотических средств, запрещенных к обороту, они тут же меняли на другое, не внесенный в список запрещенных. Поэтому, несмотря на неоднократные проверки их деятельности сотрудниками правоохранительных органов, не сразу удалось привлечь их к уголовной ответственности за незаконный сбыт аналогов наркотических средств. Однако преступники нечли одного обстоятельства. Каждый вид нового дурманищего зелия, который они выставляли на прилавок, по своей химической структуре, сходен с наркотическими средствами, запрещенными к обороту, является их аналогом. А за сбыт аналогов в своемоконодательстве также предусмотрена уголовная ответственность. С 4 по 20 июня в Чебоксарах во второй раз проводится городской фестиваль национальной кухни «Чебоксары. Гостеприимная столица Чувашии». В этом году в конкурсе представлены 14 предприятий общественного питания. Все конкурсанты будут оценены по 7 основным номинациям. За лучшее первое, мясное и рыбное национальное блюдо, лучший национальный пирог и десерт. Особое внимание уделят кулинарным инновациям и ноу-хау. Задачу по развитию национальной кухни нам ставит глава республики. Соответственно, благодаря таким фестивалям все больше и больше заведений нашего города общественного питания уже задумываются о том, что надо и горожанам, и гостям столицы предоставлять возможность попробовать именно национальные блюда. Вот по итогам первого фестиваля мы разработали стандартное меню, которое довели до всех заведений нашего города. И уже в некоторых из них появились даже отдельные странички в меню именно чувашские национальные блюда. Губкомбинат питания в этом году представил на суд комиссии фестиваля 28 блюд. От супов, мясных ассортий и вареников до десертов, приготовленных из продуктов, произведенных в Чувашии. Преимущество, конечно, чисто экологический продукт. То, что сегодня растет в наших чувашских лесах. Это вот папоротники, конечно же, рыбы. У нас 53 вида рыбы в наших чувашских водоемах. Это судак, стерлядь. Не только вкусовые качества и разнообразие блюд, но и их подача впечатлили конкурсную комиссию. Вы сами видели и качество приготовления, и уровень вот этих блюд, которые были и видели мы сегодня. Они очень на высоком уровне. И данное предприятие у нас отобрано в качестве обслуживания вип-гостей чемпионата Европы. Мы сможем на хорошем уровне показать колорит своей республики. Организаторы фестиваля уверены, что он способствует не только повышению качества обслуживания, но и популяризации чувашской кухни среди населения. Победители городского фестиваля национальной кухни определят к 20 июня. А в день республики 24 июня состоится торжественное награждение. Оксана Очкасова, Андрей Спиридонов, Республика. Студент Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции будет представлять Россию на престижном мировом чемпионате WorldSkills International 2015, который пройдет в Бразилии. Чем же покорил строгое отборочное жюри Александр Ганиашвили? Узнаем в следующем материале. Блюда из мяса и рыбы, различные супы и воздушные десерты. Для Александра Ганиашвили нет ничего невозможного. Благодаря неустанному желанию совершенствовать свое мастерство, свои почти 22 года Саша добился многого. За его плечами призовые места и победа в многочисленных профильных конкурсах, как республиканского, так и всероссийского масштаба. Теперь премьера на мировом чемпионате рабочих профессий. Мы, конечно, очень сильно обрадовались. Как радуются родители успехом своих детей, так и мы были. Весь педагогический состав был счастлив. Воля к победе, наверное, у него была с рождения. Характер у него, конечно, был не очень простой. Достаточно упрям у нас Саша. Но, возможно, эта черта характера его и подтолкнула к победе. Любовь к поварскому делу у Саши в крови. Кулинарных мастеров в его семье немало. Как признается будущий мастер, он ищет вдохновение в просмотре различных кулинарных программ, чтении книг и, конечно же, в общении со специалистами своего дела. Именно они дают бесценные советы и делятся секретами мастерства. В техникуме выпускник – предмет для подражания и кладезь новых знаний. Какие гарниры больше подходят к мясу? Чаще всего используют гарниры к мясу – это овощи. И сейчас есть новые крупы, которые чаще всего тоже используют и любят люди. Это булдур, киноа, кускус. Поддерживать молодого повара готовятся не только близкие и родственники, но и весь техникум. На чемпионате, который пройдет в августе в бразильском Сан-Пауло, будет серьезная конкуренция. Но Александр настроен решительно. Будет сложно, но я буду добиваться цели и буду показывать себя с хорошей стороны. Всегда я стремился быть первым и старался, и готовился к этому. У меня была практика тоже хорошая, и все меня помогали, и учителя. И у нас очень хорошая лаборатория, что мне помогала в этом. Популяризация рабочих профессий – основная идея проведения этого чемпионата. И факт участия в мировом первенстве студента из Чувашии говорит о том, что в нашей республике большое внимание уделяется подготовке будущих специалистов среднего профессионального образования. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Парецком районе прошла республиканская спортыкиада ветеранов, инвалидов, боевых действий и членов их семей. Воинспорт 2015 посвящен 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В различных видах спорта приехали посоревноваться 12 команд. Большинство участников давно знакомы друг с другом. Многих связывают боевое братство, поэтому спортыкиада еще и возможность увидеться, пообщаться и в очередной раз доказать, что возможности человеческого организма безграничны. В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашия Сергей Мельников, глава администрации Парецкого района Евгений Лебедев, а также председатель правления Чувашской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев. Прежде всего я хотел бы передать вам слова приветствия и благодарности от главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Он просил вас, прежде всего, поблагодарить за то, что вы ведете активный образ жизни, активный не только физически, но и активную общественную деятельность, то, что вы остаетесь всегда на передовой в жизни республики. И, конечно, он особенно хотел пожелать вам здоровья, и чтобы дух победителя, который каждому из вас присущ, вы передавали молодому поколению. Соревнования развернулись на стадионе Паречи, в спортзале Парецкой средней школы, в физкультурно-спортивном комплексе «Дельфин». Команды состязались в мини-футболе, беге на 400 метров, прыжках в длину, перетягивании каната, плавании, шашках и других видах спорта. Отдельным пунктом стояла разборка-сборка автомата Калашникова. Инвалиды-колясочники проверили силы в беге на колясках. Как говорят организаторы, с каждым годом в спартакиаде участвует все больше людей. С каждым годом оно привлекательнее становится. Время диктует то, что мы должны, на самом деле, вместе. Вместе можно быть по-всякому, где-то какие-то сборища. А эти спортивные состязания, они объединяют нас. Пусть на фоне спорта соревнулись. Это реальное соревнование, затягивает, интересно. То есть нет здесь безучастных. Победители и призеры спартакиады получили медали, дипломы Министерства физической культуры и спорта Чувашии, ценные призы Чувашской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. И все же главная победа одна на всех за преодоление. В очередной раз ветераны продемонстрировали силу духа. А общество – понимание того, что можно стереть границы для тех, кто потерял здоровье, защищая интересы нашей Родины. Сразу две программы национального телевидения Чувашии победили на самом масштабном ферросийском фестивале детского телевидения «Включайся». Вчера в Москве завершился конкурс, который называют детским ТЭФИ. 230 работ и две наши победы. Игровое шоу на Абум, где участники соревнуются в знании русского языка, стало лучшей познавательной программой по мнению детского жюри. В программе отправленной на конкурс с нашей бомбочкой за звание подростка самым большим словарным запасом сражались ученики 4-й гимназии. Второй приз и большую статуэтку в виде кнопочки «Включайся» завоевали наши детские новости о Килбупсер в номинации «Мир новостей глазами детей». Будем подводить итоги мая. Расскажем о самых ярких мероприятиях Дня Победы. Познакомимся с участниками и гостями фестиваля «Волжские встречи». Попробуем выяснить, кто такие депутаты. Творческая группа под руководством редактора Марии Шоклевой подтвердила успех прошлого года. Килбупсер – лучшие детские новости страны второй год подряд. Специальным призом фестиваля также был отмечен короткометражный фильм «Мечта», снятый ребятами из детской студии. Сбербанк вновь идет на встречу своим клиентам. Теперь процентная ставка по потребительскому кредиту стала существенно ниже. Причем процедура оформления проходит без лишней волокиты и кипу бумаг. О новой акции Чувашского отделения Сбербанка в нашем следующем сюжете я с вами прощаюсь. До свидания. Острая фаза кризиса завершилась. Банки снижают ставки по кредитам. И хотя объемы кредитования в последние месяцы заметно упали, это не помешало Сбербанку сохранять лидирующие позиции на рынке кредитования физических лиц. Доля на рынке кредитования физических лиц выросла на 1,2 пункта. У нас сейчас более 48%. Общая прибыль Сбербанка в Чувашии по итогам первого квартала составила порядка 1 миллиарда рублей, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас еженедельно жители Чувашии оформляют в Сбербанке свыше 700 заявок на потребительские кредиты. Все благодаря действующей кредитной политике. Сейчас процентная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц составляет от 16,5% годовых, а кредит без поручительства или на рефинансирование внешних кредитов от 17,5% годовых. Потребительский кредит это наиболее доступный из продуктов банка, если мы говорим о кредитовании. И по сути для нас оживление вот этой кровеносной системы и упрощение процедуры его получения, оно для нас тоже имеет хорошую симптоматику и мы достаточно серьезным оптимизмом смотрим в будущее. Эти ставки, они у нас действуют для достаточно широкого круга заемщиков. Процентные ставки рассчитываются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиентов. Средняя ставка для заемщиков, которые получают заработную плату на карту Сбербанка, в рамках акции составит около 17,2% годовых без поручительства, а с обеспечением 16,5% годовых. Причем зарплатникам для получения кредита достаточно иметь при себе только паспорт. Для остальных процедура также достаточно проста. Если мы говорим о клиенте, который не является клиентом по нашему зарплатному договору, то в этом случае добавляются два документа. Это справка о доходах, может быть как два НДФЛ, так и по форме банка, то есть, соответственно, свободное подтверждение. И второе – это копия трудовой книги, что заверена работодателем. Если поручитель, то пакет документов аналогичен получается. Минимальная сумма кредита по акции – 300 тысяч рублей. Максимальная – 1,5 миллиона без поручителя и 3 миллиона с обеспечением. Срок кредитования – до 5 лет. Рассчитать ежемесячный платеж, сумму переплаты, саму процентную ставку всегда можно на сайте Сбербанка с помощью онлайн-калькулятора. Тут же можно заполнить анкету и заявку на кредит без посещения офиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова